Продолжение следует... Что у нас за стаканчик? Мы были в ЖЭВе, купили такой стакан. В нем нарисована медаль за победу в Германии с Иосифом Сырёновичем. Итак, что у нас на столе? Все просто. Мясо свинина с нехорошими кусочками. Называется эскалоп. Лук репчатый, уксус каловый, соль, черный перец. Для настроения. Это квас. Это специальный ячменный квас. Да, специальный для Ютуба. Это квас. Так, на сейчас берем 8 кусочков мяса. На троих вполне хватит. Не делится, но... Может, новый все захочет. Стану и отправляем в холодильник. Мясо режется. По три кусочка. Так, мясо порезано. Берем уксус. Обычный столовый 9% уксус. Не надо эссенцию. Немножечко поливаем. Немного. Достаточно. Берем соль. И берем перец. Перец только горошек, который пошел через мельничку. То есть, перец могут и в пакете. Это не перец, это пыль невкусная. Достаточно. Перемешиваем. Резонный вопрос. А где же лук? Ну, как бы, вот он появится чуть позже. Проще, дорогой, проще. Где шеф? Шеф появится в последний момент. Сейчас будет самое неприятное дело. Лук надо почистить. Так. Показываю маленький свой секрет. Про все мне в жесткой мельки. Я чищу мокрые луковицы. Чтоб сок сразу смывался. Да. Во-первых, в глаза не щитить. Во-вторых, лучше цепляется шкурка. И так еще четыре раза. Легким движением руки лук оказался отчищен. Теперь, самое главное, для шашлыка по-советски, лук надо сперезать специальным способом. Крупными, миллиметров 8-10, да, вот так вот. Миллиметров 8-10 кусочками, аккуратно, не повредив кольца. Вуаля, лук готов. Теперь надо все это дело. Объединить. Для этого выкладываем мясо в отдельную посуду. Время. Вниз кладем лук. Так вот укладываем. Кладем мяско. Берем еще лук. Самое главное, не повреждать укладку луковых колец. Это очень важно потом, для последующего процесса нанизывания и приготовления. Еще лучок. Выкладываем верхний ряд. Красивые кусочки у нас там, сочненькие, прелесть. Накрываем, простите, крышечкой. Крышечкой. Отставляем в сторону. И идем заниматься любимой инженерной работой. Так, забыть помыть посуду. Да. Сколько он будет мыли на Ватсу? У нас сейчас... Часа 3. Так, ну сейчас 17.04 и там... Ну да, часа 8 где-то будем готовить. Угу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Красиво. Красота. Страшно. Да. Вот так получается сейчас и по-советски. Поверьте, это вкусно. Просто настало, поверьте. Ну вот мы сейчас еще будем пробовать. Но этого не покажем. Почему? Не хочу. Я сам себя покажу. Сяду за отдельный стол и покажу. Самое главное не пережаривать. Спех шашлыка в том, что не надо есть уголечки. Нужно есть мясо. Маринад должен быть достаточно умеренным. Потому что нужно оставлять вкус мяса, а не маринада. Если все запихать специями, то невкусно. Квасок, да? Да. Специально квасные мухи. Любите пить мой квас. Слушай, а это какой квас? Это квасоварня Волкова. Называется ИПА. Это не реклама. Нет, это реклама. Это просто рекомендация. Рекомендация. А как написано? Ну вот здесь видно, не видно? Видно, не видно? Ну вот прочитай. Ну написано, Кирилл не бухает, Кирилл отдыхает. Так, снимаем шашлык. Аккуратно. Снимаем, как снимаем шашлык. Да. Так, луковые кольца стараемся не повредить. Так, ну давай пока ты снимаешь потихонечку, давай еще раз красненько, быстро. Рецепт. Хорошее мясо. Желательно, ну тут на любите, либо постное, либо с жирком. Я вот люблю больше постное мясо. Репчатый лук. Уксус, соль, перец. Больше ничего лишнего. Дальше, ну, нарезаем, нарезаем мясо, такими аккуратными кусками. Нарезаем крупно лук, цельно. Ну и дальше перекладываем, готовим маринад на шашлык. Перекладываем, потом лук. Все, три часа. Можно даже быстрее, за два часа он где-то готов. Ага, пусть сегодня время было, потому что у нас строительные процессы. Пришел вечер. Ну, бывает такое. Ну, что там с последним куском у тебя сейчас? Нужно его подержать. Да, углей уже нет. Ага. Надо в нужной стороной поставить. Сейчас, где-нибудь полежит. Ага. Пойдем, Анюк, пока салфика отстоешься. Да. Так, что у нас на гарнир в шашлыку? Огурчики. Помидорчики. Так, а чем так вкусно пахнет? Огурчики порезанные, а заправлено вот такой вот вкусной солью. Одинокий. Смешно. Котяра чей-то тут у нас ходит. С ошейником, смотри. Привет, Котяра. Что он, конечно, не как-то специальный от подклещей. Ты к кому? Взорвутся ты будешь? Багира. Интересно, это не тот, который нас туда не делит? Ну, сиди. То тоже черный был? Черный, ну ты помнишь, что-то красиво? Помню, помню. Да, это было смешно. А, слушай, это, историю-то. А, про кота вот как раз и расскажу. Ну, да. Вот раз вот есть черный кот. Значит, когда мы только купили этот дом. Да. После первого раза мы здесь принимали на этой веранде друзей. Ну, то есть все было в другом. Через неделю, да, прошла неделя. Женя и Сваня приезжая сюда, подъезжаем к дому и слышим. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Без шуток вот с такой частотой. Заходим в дом, выбегает черная кошка. Просто стекать. Говорит, Игорь, покормим. Убежала. Ну и маленький домик. Прошло минут 15, наверное, 10, да? Угу. Опять, слушай, мяу-мяу-мяу. Выходим, кошка сидит. Ага. Будешь есть? Что-то надо... Ну, мы с собой какую-то еду взяли перекусить. Положили. Так мало того, что съела. Потом еще в дом зашла. Решила Ване еду отобрать. Он расстроился, обиделся. Ну, потом эта кошка появлялась. Ну, куда-то потом делась. Мы ее назвали кошками бегемотиха. Ну, как кот-бегемот. Ну, вот сейчас какой-то кот-бегемот опять ходит. Может быть, тот же самый. Потому что был очень похож черный кот. Ну, черный. Кот-кошка. Я в них не ориентируюсь. Ну, да. Мы как-то собачники больше. Да. Вот там все проще. Либо есть, либо нет. Посмотрите, как грациозно эта кошка ест траву. Именно так себя ведут кошки в домашней природе. Сейчас эта кошка явно пытается стащить вот этот кусок шашлыка. Но мы ей этого не позволим сделать. Так мы хотим есть. Смотрите, как кошка притаилась в ожидании того, что сейчас появится папа. Не, я тут пытался сейчас Дроздову пародировать. В мире животных. Николай Николаевич таким, знаешь, с лицом говорит. На, вот смотрите, как плюхнулся исполин бегемот в лужу, не выдержав удара нашего джипа. А вот смотрите, смотрите, наша ассистентка Танечка топчет кедами гнездо Иволги. Ну что же ты, Иволга, яйца надо беречь. Так, мы смотрим Бамалгу и пробуем кошмачок. Да, Вань? Да. Новинка. Кетчуп одной известной компании со вкусом клюквы. Так, есть обычный русский кетчуп Махеев. Ну и еще один, да, манго. Это пожелание. Я вроде Вилус больше приносил. Благодарю. Все. Так, ну что, сейчас пробу снимаю. Ммм, какая вкуснотища. Не зря я решил вот так вот экспромтом снять это видео. Собственно, на этом оно заканчивается. Пишите в комментариях, как вам такой формат экспромтом, как вам вообще формат кулинарного блога. Ну и ждите, когда мы все-таки сделаем кнопку за тысячу подписчиков. Но это будет не в этой поездке. Мы ее пока только проектируем. Все, на этом я заканчиваю. С вами был Принц на сером козле. Ну, скажи, да, короче, все моржуны. Да. Ну, все присутствующие моржуны. Да. Все. Субтитры сделал DimaTorzok